Всем тихой ночи! В нашем традиционном голосовании в комментариях под видео больше всего сообщений было за вселенную звонаря, а это значит, что пришло время разбора очередного мира из мультивселенной SCP, ведь как мы знаем, сам себя он не разберёт. Фонд SCP хранит на своих подземных базах много всего, и среди этих предметов есть огромное множество таких, которые легко могут покончить с существованием человечества, да и вообще со всей жизнью. И, конечно, в мультивселенной полно таких миров, где цивилизация была стёрта с лица Земли. Вселенная звонаря — это одна из таких. В этом уголке мультиверса нечто уничтожило всех людей до последнего, и только в фонде SCP, для которого путешествие между измерениями — в общем-то обычное дело — сохранилось несколько представителей человеческого вида, которые укрылись в разных карманных измерениях и переходах между мирами. Несколько тысяч человек вышли из различных учреждений фонда в совершенно пустой мир. Поначалу вокруг Зоны-23, что находится в Австралии, удалось построить большое поселение — столицу нового человечества. Но длилось это недолго, ведь из заточения вырвался SCP-682 — гигантский неубиваемый ящер, который разрушил всё. Ценой своей жизни людей спас агент Стрельников, который бросил в коридоры 23-й зоны SCP-184, превратив её в бесконечный постоянно расширяющийся лабиринт, и заманил за собой туда ящера, который потерялся в бесконечных сплетениях коридоров и камер содержания. Зато рептилия нашла маску SCP-035, и после того, как SCP-682 надел на свою морду эту маску, эти два SCP стали единым могущественным существом, который называется Владыка Гордыни. Владыка Гордыни живёт в бесконечных коридорах, бывших когда-то Зоной-23. Там он ещё нашёл SCP-140, кровавую книгу Девитов, чтением которой коротает свою жизнь в этом бесконечном лабиринте. Итак, сама Зона-23 превратилась в бесконечное подземелье, а постройки вокруг в руины, потому выжившие разбрелись по миру. Персонал класса D по большей части сбился в дичающие племена. Прочий персонал фонда старался создавать более цивилизованные поселения. Пустующие развалины города, возведённого вокруг 23-й зоны, стали местом паломничества шаманов и культистов всех мастей. Однако постоянных поселений там так и не возникло. Прошла тысяча лет. Известные исследователи фонда стали основой для пантеона богов, а документы фонда преобразовались в традиции. Многие протоколы содержания стали ритуалами шаманов, которые исполняются потому, что так велят древние. При этом из-за повсеместного разгула самой разной аномальной дичи воссоздать цивилизацию так и не удалось. Люди по-прежнему борются за выживание в дикой пустоши. Некоторые же смогли обратить аномальные явления, которые содержал фонд себе во благо, и стали могущественными чародеями. Как, например, обезумевший доктор Эверет Манн, известный местным как Эверманн, страшнейший из древних, живущий один в северных землях, на заброшенной базе фонда в окружении самых разных монстров. В одном из рассказов даже показано, что он сумел наделить SCP-098 крабов-хирургов полноценным сознанием и создал крабий народ, который служит ему и считает его богом. Вокруг некоторых объектов образуются целые цивилизации. Так, например, племя, собравшееся вокруг объекта SCP-1161, книги, в которой появляются различные инструкции в духе как правильно сделать что-либо, создало целый культ вокруг этих руководств. Это племя научилось земледелию, построило флот, собрало целую армию, лишь выполняя пошаговые руководства, появляющиеся в объекте. Другое племя унесло с собой SCP-426-я-тостер и стало единым тостеровым сознанием, несущим веру в единый и неделимый тостер. И, конечно же, многие племена живут торговлей, добывая древние артефакты, да и просто вещи Старого Мира, продавая их людям из крупных поселений. Сам хаб Вселенной Звонаря на сайте состоит из серии рассказов про путешественника и вора Звонаря, который вырос в одном из храмов и, повзрослев, стал охотником за диковинами Старого Мира, а также проводником, способным показать тропы, ведущие из одного поселения в другое. Рассказ про Звонаря – это первый текст в этом хабе, но хронологически он происходит через несколько тысяч лет после описанных событий, произошедшие в 23-й зоне. Имена ученых фонда, которые когда-то возглавляли человечество, даже английский язык, на котором написаны документы фонда – все это осталось далеко в прошлом, и существует в мире Звонаря только в качестве сказок и легенд. Древние руины в мифологии этих людей появились потому, что бог Гир построил огромные города, но потом решил их разрушить, потому что они ему не понравились. Барит судит людей после смерти, и тем, кто достоин, он позволяет уйти в царство Калифа, именем которого назван также и крупнейший и богатейший торговый город, в котором пытаются поживиться культиста Йорика, бога покровительствующего ворам и лжецам. Единственный живой свидетель Старого Мира Эверман превратился в гротескного монстра, в котором осталось очень мало от прежнего человека. Сам Звонарь поклоняется Йорику, воровскому богу, и если разобраться в этом моменте, можно сделать много интересных предположений о мире Звонаря. Ведь Йорик во вселенной SCP это сотрудник фонда, настоящее имя которого Джек Докинс. До попадания в фонд он был ловким мошенником и бандитом. Во время одной из своих проделок он столкнулся с миром аномального и попался фонду. В основном в мире SCP ему была предложена работа на базе фонда, которая известна как Зона-23. В разных мирах его судьба сложилась по-разному. В мире дезорганизации, где фонд SCP никогда не существовал, он вообще стал помощником главы ОНПФБР. В том мире, где происходят действия путевой войны, он стал критиком, могущественным и страшным знатоком аномального искусства, который в серии рассказов противостоит главному герою Руизу. Но даже в тех мирах, где он попал в фонд, его судьба сложилась по-разному. Оказавшись сотрудником тайного фонда, Йорик не бросил своего пристрастия к обману, за что во многих вариантах реальности его просто убивают. В других используют для самой опасной и грязной работы, так что выживает он довольно редко. В одном из рассказов его тело было использовано в качестве нового вместилища разума, одного из О5. Но если верить древним легендам, в одной из реальностей очередной его обман и интрига привёл к массовому нарушению условий содержания и концу света. И вот через несколько тысяч лет после этого, человек, поклоняющийся этому сотруднику как божеству, идёт через пустыню, чтобы узнать тайны Старого Мира. Основной рассказ вселенной Звонаря — это, конечно же, список диковин, описывающий поход Звонаря в земли Эвермана, в которых он встречается со многими SCP-объектами. В начале рассказа мы узнаём, что Звонарь получил древние документы фонда, которые чудом сохранились за прошедшие тысячи лет, где и как он получил эти документы в рассказе не говорится. Но на это есть намёк — видеопоминание SCP-120, бассейна телепортации. По всей видимости, Звонарь нашёл этот объект, залез в него и телепортировался в пустыню Гоби, где находится аванпост фонда SCP. Правда, непонятно, как он обратно вернулся, потому что пустыня Гоби очень далеко от Австралии, а SCP-120 вроде как работает только как односторонний портал. Ну да ладно, может, в этом мире его как-то сделают двухсторонним. Получив документы, Звонарь поначалу идёт к отшельнику по имени Бенадем, в надежде, что тот прочтёт написанное. Бенадем явно является очень древним существом. Похоже, что он живёт со времён апокалипсиса. Кто такой Бенадем — непонятно. А нет, понятно, если знать, что это косяк перевода. У нас же переводчики, знаете, любят с фантазией переводить, а то не литературные вообще. В оригинале он — Бен Адам. И люди, знакомые с библейской тематикой, сразу поняли, что это сын Адама. В мире SCP на подобное звание могут претендовать SCP-073 Каин и SCP-076 Авель. При этом Бен Адам живёт в пустыне, в которой ничего не растёт, несмотря на обилие влаги. А одно из свойств SCP-073 Каина заключается в том, что земля, по которой он ходит, становится бесплодной и безжизненной, так что это совершенно точно именно он. SCP-073 отказывается помогать Звонарю в его поисках Зоны-23, потому что там его явно не ждёт ничего хорошего, после чего Звонарь отправляется к зловещему Эверману за помощью. В этой части рассказа, где описывается посещение Звонарём Эвермана, зашифровано просто огромное число SCP-объектов, но наиболее значимую роль играют два — это SCP-212-улучшитель, в который обезумевший Эверетман пытается запихнуть Звонаря, и SCP-462 — авто для побега, при помощи которого Звонарь, собственно, избежал. SCP-212 — это аномальное устройство, машина, которая способна производить хирургические операции. При этом этот SCP пытается не вылечить, а улучшить своих пациентов, нередко превращая их в монстров. Судя по всему, Эверетман нашёл с этой штукой общий язык и научился ей управлять. Он превратил себя в бессмертное существо, лишь отдалённо напоминающее человека, и создал себе чудовищного слугу из частей тел, которые натаскали ему его ручные крабо-хирурги. Кроме этого, примечателен побег посредством SCP-462. Этот объект — это автомобиль, при повороте ключа зажигания которого человек оказывается в месте, к которому стремится. Что странно, потому что Звонарь телепортировался обратно в пустыню Гоби, где он нашёл бумаги изначально. На этом рассказ о похождениях Звонаря заканчивается, но не заканчивается вселенная Звонаря. Проходит ещё много лет, сменяются эпохи, и сам Звонарь становится такой же древней легендой, какими стали сотрудники фонда SCP. И вот уже в рассказе «I finally landed, but this place is not home» — главная героиня, желая быть похожей на героев древних мифов о Звонаре, отправляется в древние руины из стекла и бетона, желая встретиться с вещами не менее удивительными. К сожалению, пока рассказов вселенной Звонаря маловато, но будем надеяться, что эту вселенную не забросят, и в скором времени можно будет сделать второе видео на тему Звонаря. Да, такова вселенная Звонаря — один из миров удивительной мультивселенной SCP. Не забывайте оставлять комментарии под этим видео о том, какое явление из SCP мы ещё не обсудили. То, что наберёт больше комментариев, то и будет в следующем подобном видео. Всем пока!